7 октября Тверского вагоностроительного завода в составе компании «Трансмаш Холлинг» присоединился к уникальному корпоративному проекту Ростеха под названием «Ударная десятка». На пятиплощадках предприятия при поддержке Тверского регионального отделения «Союзмаш» России были установлены специальные тренажеры-силомеры, и в течение дня сотрудники завода смогли проверить, кто из них всех сильней. Старт «Ударной десятки» в Твери дал генеральный директор вагонзавода Артему Вилян. «Хочу пожелать просто удачи, чтобы там цифры были трехзначные, однозначные, что там цифр двухзначных не было, поэтому удачи и ждем ваших побед». В свое время генеральный директор 13 лет занимался боксом. Конечно, с тех пор прошел не один год. Однако Артем Вилян первым надел перчатки и продемонстрировал, что находится в хорошей спортивной форме и сохранил боксерское мастерство. Напомним, впервые Тверский вагоностроительный завод присоединился к проекту «Ударной десятки» в 2019 году и получил специальный приз от организаторов за высокую массовость. Прорыв года. В ближайших планах установить новый рекорд. «В прошлом году у нас участвовало в данном турнире 2600 человек. В этом году мы планируем побить эту явку и занять призовые места в финальной части в Москве». Состязание проводилось среди мужчин и женщин в двух дисциплинах – один удар и серия ударов. В первой давалось три попытки. Сила удара измерялась в килограммах и высвечивалась после каждой попытки на табло. В зачет шел самый лучший результат. Во второй за 30 секунд необходимо было нанести серию ударов. При этом в зачет шло не количество хуков и джебов, а сумма выбитых килограммов. Правильно бить по мешку участникам помогали тренеры Академии бокса из Москвы. «Здесь самая главная скорость и масса ударов. Но мешок этот не как в боксе. Тут не надо ударить, как на ринге. Держите хорошо кулак, кисть держать хорошо и всей массой туда прямо войти». В первых рядах к тренажеру Силомеру подошла инженер-технолог Мария Афанасьева. «Насколько интересна такая акция для вас, как сегодняшний удар в «Недесяток»?» «Ну, я принимала участие еще в 2019 году и, не знаю, очень классно, мне нравится. Просто хотя бы для себя узнать, насколько ты силен». Два года назад сила удара Марии составила 140 килограммов. На этот раз в лучшей попытке она послала мешок в нокаут ударом на 152 килограмма. Есть прогресс. Штамповщик Сергей Холодий, кандидат мастера спорта по боксу еще времен Советского Союза. В ударной десятке он показал, что и свои 54 года может быть примером для молодежи. «Насколько помогает физическая подготовка в работе? Насколько помогает?» «Ну, помогает здорово. Помогает здорово. Молодежи, даю форы. Ну, это так. Я как скромный человек, говорю, даю форы». Конечно, молодежь не отставала от ветеранов, а женщин, от мужчин. Так, сотрудницы вагоносборочного цеха специально приняли участие в ударной десятке, чтобы доказать. Девушки на вагоностроительном заводе не слабее своих коллег. И доказали. «Какие эмоции у вас после удара?» «Заряженность позитивными эмоциями». «Ну, я согласна. Да, это адреналин. Просто радуешься, потому что есть, что ты смогла. Результат оказался выше и больше. Ну, я очень довольна». Победителями турнира в Твери стали все его участники – сотрудники вагоностроительного завода. По итогам турнира будет сформирована сборная команда, которой предстоит выступить на гранд-финале ударной десятки в Москве. Накануне только ценные награды и престиж родного завода, но и призовой фонд. В этом году он объявлен на размере 7,5 миллионов рублей.